Добрый день, дорогие друзья. Финам ФМ 99.6. Александр Герчикев. В гостях у меня независимый трейдер Богдан Зварич. Здравствуй. Здравствуй, Александр. Богдан, в последнее время очень часто, когда к нам приходят люди различных мастей на радио, как ни странно, подавляющее большинство людей, которые торгуют, это как раз именно краткосрочники. Хотя огромное количество людей не верят в краткосочный трейдинг, не верят в то, что можно торговать внутри дня, и в последнее время всех людей, или кто-либо торгует внутри дня, или кто учит торговать внутри дня, называют по-простому шарлатанами. Ну, я не соглашусь с... Я поэтому как раз... Следующий вопрос как раз после такой раскладки он будет, потому что обычно, когда я выражаю свое мнение, оно никому не интересно, потому что его все знают. Поэтому я хочу услышать именно твое зрение. Давай по-простому. Сколько лет ты в трейдинге? Ну, на рынке я с 2006 года. Что для тебя краткосрочный трейдинг? Зло, добро или что-то трейдинг? Ну, я не считаю интродэй краткосрочным трейдингом. То есть для меня краткосрочный трейдинг это даже позиция в 2-3 дня. То есть от одного дня свинг? Да, да. Вот. И даже на самом деле так. От нескольких часов до нескольких дней. Потому что если у тебя... Ты взял позицию, но у тебя происходит ситуация, что тебе надо ее закрывать, то почему ее не закрыть? Не важно, сколько ты ее держишь по времени. Соответственно, может позиция... Могу позицию держать и несколько дней, если все идет хорошо. А если все идет плохо, я предпочитаю достаточно быстро закрывать позиции. То в твоем понятии плохо идет. То есть обычно, если мы уже начали об этом говорить, размер твоих стопов. Размер моих стопов... Ну, в принципе, на РТС я предпочитаю порядка 2000 пунктов. Для меня, я считаю, это оптимальный стоп. То есть это АТР? Один АТР по-простому? Ну, фактически, да. Я в основном работаю на 15-минутных графиках. И у меня, скажем так, есть система принятия решений, которая дает мне, что называется, рекомендацию. Например, открыть позицию. И, собственно говоря, от уровня открытия позиции я предпочитаю где-то порядка 2000 пунктов. Если у тебя стоп 2000 пунктов, какой у тебя целевой тейк? У меня тейк-профитов нету. Я работаю до переворота. То есть я предпочитаю перевороты. Обратный сигнал? Ну да, фактически, да. То есть пока нет обратного сигнала, либо не выносит по стопу, я предпочитаю держать. Мы как раз начали с тобой с более продвинутых решений, поэтому давай с тобой перейдем на начало твоей карьеры. Как ты вообще попал в трейдинг, твое образование? Ну, расскажи немножко о себе. Образованием закончил Московский инженерно-физический институт, кафедру микроэлектроники. Занимался разработкой телекоммуникационного оборудования, с трейдингом, что называется, познакомился еще в годы... Ну, не то что выстроен, с фондовым рынком, еще в годы приватизации, когда вот были ваучеры. 19-е? Да, потому что тогда достаточно много услышал. В принципе, первый свой ваучер успел... Ты просто молодо выглядишь очень. Успел вложить в Олби-дипломату. Конечно же, он прогорел, но до сих пор у меня такая стена позора. Там и Олби-дипломаты, и Дока-хлеб, например, лежат из таких вот первых компаний, которые были, которые размещали вроде как свои акции. Ну, и была часть ваучеров семейных, вложенных в Газпром, и они как бы... Они жили. Я пока учился в институте. Институт я закончил в 2003-м. Ну, в институте общался с ребятами. У меня так получилось был один хороший знакомый, с которым мы общались. Он как раз... Он уже тогда, то есть в районе 2000-х годов, интересовался трейдингом, инвестициями. Мы тогда с ним как раз общались, и тогда, что называется, первый разговор о том, что это такое, с чем это едят. Ну, и потихоньку... Мне все больше и больше начинало интересовать трейдинг. Я смотрел за рынком, открыл там... На РБК был в свое время модельный портфель. Была возможность еще с Юкосом поторговать. Ну, и потихоньку после окончания института была аспирантура, плюс работа, ну, и плюс я продолжал... Где ты работал? Это государственное унитарное предприятие. Опять же, занимался абсолютно по своей специальности, потому что мне действительно было интересно. Мне было интересно разрабатывать железо и держать в руках, что называется, собственно разработанное устройство. И, ну, потихоньку трейдинг начинался на это все ближе, и где-то к краю 2005 года в сообществе Рутрейдер, живого журнала, познакомился с ребятами, начал потихоньку изучать технический анализ. Я тогда же где-то примерно поработал в ныне, по-моему, покойной компании Ютрейд под Юниостром Банком, которая была... Немного поработал там в качестве технического аналитика, но и в итоге... А в итоге потом вышел... В 2006-м начал торговать сам потихоньку и продолжал стремиться к работе на рынке, потому что понимал, что мне хочется быть в рынке полностью. А учитывая наличие какой-то постоянной работы, которая к рынку не имеет никакого отношения, у меня такой возможности не было. Соответственно, я стремился к тому, чтобы полностью прийти на рынок, полностью работать в рынке. И потихоньку я так как раз к кризису 2008-го года, в 2008-м году... Практически перебрался. Да, в мае 2008-го года я уволился с работы, начал учиться. Как раз я попал, в принципе, в достаточно неплохой период для этого, получил там сертификат ФСФР, первый, пятый. И уже в 2009-м году, когда все начало восстановиться, в мае я пришел в компанию NetTrader. И вот, собственно говоря, 4 года до апреля этого года я проработал в NetTrader сначала аналитиком, потом начальником аналитического отдела. Ну и, соответственно, параллельно с этим я потихоньку перешел от акций к фьючерсам. Я сейчас пытаюсь перейти, пробую для себя опционы. Именно перейти или просто как дополнительно? Нет, перейти я предпочитаю небольшой объем инструментов. Даже вот на фьючерсах я фактически торгую двумя, максимум тремя инструментами. Почему опционы? Ну, он мне, скажем так, стал интересен как новый инструмент, для меня как бы необычный. Я вообще подхожу, как бы, с одной стороны, с точки зрения риска, да, и поэтому для меня, например, по продаже опционы это крайне нежелательное действие. А вот с точки зрения покупки я вижу вполне некоторые возможности. А именно просто покупка голых опционов? Ну, фактически, да. Я, скажем так, по крайней мере, пока я сейчас маленький портфельчик свой использую, пытаюсь, что называется, пощупать инструмент, прежде чем выходить туда с нормальным ощутимым портфелем. Я сейчас читаю, слушаю какие-то лекции и заодно пробую руками, что это... Ну, на самом деле метров не так много по опционам. Ну, да, опцион достаточно сложный рынок и всякие разные... Фактически вся огромная информация, это в основном заграничная. Ну, да. Нет, ну, в принципе, все равно можно... Но, опять же, там есть тот же хаус с книгой по производным финансовым инструментам, в котором опцион достаточно... Все-таки почему ты хочешь полезть на опционный рынок? Он мне интересен, во-первых, скорее, с точки зрения, наверное, доходности хочется себя попробовать, потому что к тому же плюс все-таки он более... Более, ну, более, я не знаю, сложно назвать его, наверное, более интеллектуальным, но, наверное, все-таки так оно и есть, потому что для того, чтобы все-таки разобраться там со всеми действующими факторами, на мой взгляд, нужно достаточно очень серьезно посидеть и позаниматься, понять... Ну, ты должен понять одну вещь, что тебе... Вот ты очень много лет потратил на то, чтобы научиться делать то, что ты умеешь делать сейчас. И сейчас тебе на самом деле придется опять тратить время... Дальше учиться? Да. А я наоборот, я за обучение. Мозг не должен стоять на месте никогда. Но здесь вопрос один. У тебя уже есть ситуация, в которой ты зарабатываешь деньги. Да, безусловно. Но я же сейчас опционно пробую, я пока не говорю, что я вот точно уйду на опционный рынок. Я говорю, что я его сейчас для себя пробую. И в зависимости от того, каким у меня будет результат, смогу ли я понять этот рынок, смогу ли я на нем работать, безусловно, это будет влиять на мой дальнейший выбор, пойду ли я на этот рынок или я останусь, в принципе, на фьючерсах, которые меня устраивают. Ты сейчас торгуешь, получается, фьючерс на индекс РТС? Фьючерс на индекс РТС, рубль-доллар. И иногда, нет, в основном эти два инструмента иногда бывает евро-доллар. Евро-доллар. Ну, на форте. На форте, да. Из трех инструментов, какой ты именно любишь больше всего? Ну, у меня, скажем так, любимых нет, но больше всего я торгую на индекс РТС, фьючерс на индекс РТС. Второй по, скажем так, по ступенькам, это по количеству сделок, это фьючерс на доллар. И последним, я говорю, фьючерс на евро-доллар я использую очень редко. Сейчас у нас будет перерыв на новости через 20 секунд. И в следующей 10 минутке я бы хотел как раз, чтобы ты рассказал, насколько это можно, о своей стратегии. Как ты заходишь, как ты выходишь, риски. И потому что, когда люди нас слушают, они хотят именно знать детали. Дорогие друзья, у нас охота на Герчика, через несколько секунд мы перейдем к рекламе и после этого продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы снова с вами, Зварич Богдан, независимый аналитик-трейдер-человек, который пытается торговать для того, чтобы заработать деньги на рынке. Правильно? Правильно. Я бы хотел, чтобы в этой 12 минутке ты как раз именно конкретно рассказал о своем стиле торговли. Секретно, у нас уже ничего нет в трейдинге, то есть ничего такого не придумать. Ты можешь там утаить, например, какие-то средние, какие-то параметры каких-то средних скользящих, но смысл, он останется одним и тем же. Поэтому как раз хотел бы тебя послушать, чтобы наши радиослушатели послушали именно стиль твоей торговли. Может, он кому-то подойдет и понравится. Ну, я предпочитаю, во-первых, достаточно простые системы принятия решений. Для меня, чем меньше, скажем так, степеней свободы у системы, то есть фактически параметров этой системы, которые можно поменять, тем система лучше, она, в принципе, устойчивее по рынку. Поэтому я предпочитаю, в принципе, достаточно простые, то есть у меня ограничивается одно скользящие средние, на которое наложен фактически канал волатильности сверху, то есть вверх и вверх и вниз. Да, пробой этого канала вверх или вниз открывает, соответственно, позицию в сторону пробоя, в направлении тренда плюс стоп. Все это, конечно, протещено, получены результаты. Я предполагаю просадку и тестирую вместе со стопами, то есть учитываю стоп, который я хочу. То есть, по сути дела, очень простая пробойная стратегия. Ну, фактически, да, только единственное, обычно пробойные стратегии используют на каналах каких-то, а я использую именно, когда канал накладывается на скользящую среднюю, фактически движется вместе с рынком, иногда быстрее. Ну, то есть, скорее всего, у тебя все средние очень быстрые. Да, ну, я использую адаптивную скользящую среднюю, поэтому на 15 минут у меня, в принципе, такая стратегия устраивает. Единственное, конечно, самое тяжелое, что для меня сейчас существует, это работа со своей собственной психологией, потому что это пока тяжелее всего. Я не настолько в программировании, хотя железо я делал, а вот с программированием у меня как-то не пошло в свое время. И запрограммить, то есть, создать именно робота, который бы работал, да, сейчас все под роботами понимают в основном там высокочастотный трейдинг. Нет, я как раз понимаю, о чем ты говоришь. Но для меня робота, в принципе, это тоже робота. Просто исполнение твоих четких сделок. Фактически, да, и тогда вот исключить, что называется, вот эту вот эмоциональную составляющую, которая, к сожалению, мне вот, она вот для меня, сейчас моя ахиллесова пята в трейдинге, потому что были ситуации, когда именно из-за этого я просаживался, либо совершал неверные сделки, либо шел против системы. То есть, вот это главная сейчас проблема. Как сказал Суньзы, что если ты знаешь врага и знаешь себя, ты победишь и в 100 сражениях. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, ты будешь что побеждать, то проигрывать. Что же говорить о том, если человек не знает ни себя, ни врага? Вот, соответственно, вот я сейчас нахожусь... То есть, Ли приблизительно сказал в том же ключе, только там тысячи лет спустя, он сказал, кто победит себя, станет непобедимым. Ну, фактически, да. Тогда вопрос другого формата. Буквально недавно мы видели, рынок отстоял там несколько недель в промежутке 142-148. Как система? Не попилила тебе? Ну, попилила. Были, часть сделок была прибыли. Там просто практически каждый день было плюс 2000, минус 2000, плюс 2000, минус 2000. Канал, на самом деле, достаточно широкий и не всегда выносил. Понятно. Потому что он, в принципе, базируется на НАТР. Понял. Я меряю волатильность именно с помощью АТР. Вот этот канал, он получается, благодаря тому, что волатильность была достаточно высокая, и тренда особого не было, а скользящая, она адаптивная, поэтому получалось, что, во-первых, скользящая двигалась медленно, а во-вторых, канал был широкий. Поэтому не всегда выносило в противоположную сторону, либо на стопы. Ну, если посмотреть так, как работает твоя система, то сейчас ты должен сидеть в лонгах. Да. То есть тебя только, по сути дела, мог вытащить, выкинуть один сигнал, если бы мы сейчас пошли еще пунктов 700-800 вниз. Ну, да, примерно так. Там бы тебя выкинуло, потому что я просто смотрю хай, смотрю твой АТР, то есть приблизительно тебя в районе 150-149-800 должно было выносить по стопу. Примерно да, примерно так. Ну, математика не тяжелая, на самом деле. Ну, система действительно достаточно простая, она… Сколько вот ты с 2006 года торгуешь? Так? Да. С 2000 какого года ты начинал торговать фьючерсы на индекс РТС? Фьючерсы на индекс РТС, вообще на фьючерсы я пришел в начале 2009 года. Четыре года? Ну, фактически, да. Вопрос следующего формата. Сколько раз ты менял стратегию или адаптировал, или подкручивал? Сначала я вообще торговал первых два года, я торговал вообще без стратегии, у меня был, что называется, интуитивный трейдинг, потом уже я решил, что от интуитивного трейдинга я уйду, потому что, что называется, результат неповторяемый. Можно сегодня заработать там 10 тысяч процентов, а завтра эти же 10 тысяч процентов, но в качестве ста… Здесь же тебя перебью, что в твоем понятии интуитивный трейдинг? То есть система у тебя все равно какая-то была? Ты же все равно как-то по каким-то сигналам покупал, продавал, это и есть система? Ну, фактически, то есть по техническому анализу я рисовал тренды, торговал фактически по трендам, но она не была именно конкретно описана, что вот здесь мы конкретно в этой точке мы входим, конкретно в этой точке мы выходим. Я смотрел на рынок, смотрел на тренды, ага, понимал, да, вот здесь, наверное, вот отсюда, наверное, сейчас мы должны… То есть очень много неучтенных параметров. Да, да, фактически, и параметров, которые невозможно формализовать. Именно поэтому, вот это я и называю фактически интуитивным трейдингом, а не то, что я предполагал, что вот завтра фьючерс будет там на 2 тысячи выше, на 5 тысяч выше. Вот, я смотрел техническую картину. Хорошо, смотри, стратегия, по которой ты работаешь, она не предусматривает трату огромного количества времени, на самом деле. Ну, здесь все зависит от того, на каком графике работа, потому что… Ну, я имею в виду конкретно, если ты работаешь там на 15-минутках, и у тебя стопы 2 тысячи пунктов, что бывает там не так часто, но в последнее время было, попилило. Чем ты занимаешься именно в остальное время, когда ты не выставляешь заявки? По сути дела, тебе надо выставить 2 заявки. Ну, фактически, да. И сделка длится 2, 3, 4, 5 дней иногда, все зависит от того, как она так. Так, какие… что делаешь в это время? Ну, сейчас стараюсь больше отвлекаться, чтобы не быть в рынке, чтобы, опять же, вот пытаюсь переломить собственную психологию, потому что, когда смотришь, что рынок идет против тебя, сразу возникают какие-то мысли, что вот, наверное, я что-то не то сделал, поэтому стараюсь отвлекаться от рынка, смотреть кино, гулять, заниматься собой, что называется. То есть, ты сугубо работаешь по стратегии, все остальное время ты не смотришь за рынок? Ну, я стараюсь на выходных пересматривать стратегию. Ну, как пересматривать? Смотреть итоговые графики, как все прошло, то есть, проанализировать, как себя вела стратегия, как вел себя рынок. Пытаюсь какие-то новые для себя стратегии найти, пока я не нашел ничего, что было бы мне, что называется, приемлемее. Вот та стратегия, которая существует, она для меня полностью не черный ящик, потому что я ее, что называется, переработал полностью руками от и до, и для меня она мне близка, поэтому, наверное, мне от нее будет, я предполагаю, что если вдруг мне придется от нее отказаться, это будет достаточно сложно. Но пока я не вижу такой ситуации, когда бы рынок, например, рос, а стратегия, например, только бы теряла. Это бы обозначало смерть стратегии. Пока как бы все происходит в рамках... Ну, понятно, рынок растет, система в ланге, то есть, все нормально. Да, бывает, я зарабатываю, не добираю весь тренд, допустим. Да, когда, то есть, мы видим одну волну роста, на ней заработал, потом происходит снижение, тебя выбивает, переворачивает. Опять после этого разворачивается вновь у тебя одна волна, вторая волна роста, на которой ты не добираешь большую часть фактически этой волны. Да, такое происходит, но такого, чтобы вот рынок растет, да, либо рынок падает, то есть, и есть направленное трендовое движение, а ты постоянно теряешь. Такого нет, поэтому я как бы считаю, что пока система живет, и это хорошо. Самая затяжная череда убыточных сделок? Самая затяжная где-то порядка 11 штук. Подряд? Да. 11 убыточных сделок подряд? Ну, в принципе, в тестах получилась такая ситуация, что максимальный убыток по системе был порядка 50%. Исходя из этого, соответственно, делается выбор объема позиций, то есть, я не вхожу на все. Хорошо, на 50% риска сколько система такая должна давать? Вот с ожидаемой доходностью здесь, наверное, сложнее. Мне сложно ее оперировать такими вещами. Ну, ты же, например, когда все равно ее прогонял, у тебя какая-то цифра вышла? Ну, понятно, что где-то должно быть больше, если 50% риска. Хотя бы 3 к 1. Ну, да. Ну, и в принципе, когда прогоняешь систему, смотришь же соотношение среднего убытка к средней прибыли по сделку. Смотришь соотношение количества прибыльных к количеству убыточных. И вот тут, собственно говоря, если вот этот коэффициент построить, соотношение... Но он обычно все равно где-то 2,5-3. Но у меня получается меньше, он где-то около двойки. Ну, двойка это маловато. На самом деле, на 50% риска как бы заработать 100 годовых, это где-то на 10% риска 20. Ну, мультипликатор обычно стандартный 2,5-3. Ну, как 3, на самом деле, это хорошее. До 2,5 не дотягиваешь. Чуть-чуть. Да. И первый раз, когда ты увидел, не страшно было видеть просадку 50%? Ну, хотя я имею в виду по результатам тестов. Страшно, конечно. Нет, по результатам тестов не страшно. Ну, то есть, ты просто берешь и уменьшаешь плечом, берешь и делишь это на 10, к примеру. Нет, у меня именно... Риск на сделку. У меня, да, я рассчитываю из того, что вот у меня есть серия убыточных сделок максимальных. Опять же, если тестируешь на достаточно большом промежутке времени, она видна. И максимальная просадка. Исходя из этого, я и высчитываю количество лотов, которое мне нужно. То есть, у меня первоначально идет, я не беру с 10-м плечом, а беру на треть от депозита, допустим. Чтобы у меня ГО составлял треть от депозита. И вот с этой третью я иду. Если счет растет, я поднимаю вот эта вот треть, она, соответственно, поднимается, и объем позиции увеличивается. И так, если она падает, то объем позиции остается тот же самый, потому что это позволяет как раз выдержать ту самую просадку достаточно... Пережить. Да, достаточно сильно. И при этом остаться, что называется... Ну, ты знаешь, есть на самом деле, я с тобой согласен абсолютно, мы тоже когда тестируем, мы смотрим. Но ты знаешь, я видел не один раз, когда система ломается. Я видел не один раз, когда система ломается. В прошлом году у нас была система, которая, например, поэтому я задал вопрос такой. Я видел системы, которые показывали там 17 убыточных сделок подряд, а в прошлом году попали в пилу и потеряли 55 сделок подряд. То есть, на самом деле, я видел такие цифры. И у нас осталось 20 секунд. Я хочу как раз в самом начале, в следующей 12 минутке, чтобы мы с тобой поговорили о том, когда считать, что действительно система поломалась, и когда ее выключать, и что для тебя будет сигналом. Потому что ты же понимаешь, там 11 убыточных сделок подряд, может быть 13, это будет историческая просадка, первая в истории. И что дальше делать? Дорогие друзья, у нас Богдан Зварич, независимый трейдер. И после перерыва на новости мы продолжим. Дорогие друзья, Богдан Зварич, Александр Герчик. Богдан, еще раз приветствую. Вопрос, тот, который мы перенесли в эту 12 минутку, это когда считать, что система поломалась. И что нужно дальше делать? Выключать или адаптировать? На мой взгляд, нужно пересматривать параметры системы. Ну, с одной стороны, да, вопрос опять же в чем? Есть понятие смерть системы, когда она не работает в принципе. То есть, опять же, как мы приводили раньше в прошлой части пример, что рынок растет, а система только делает, что теряет. А есть другой вариант, когда система существует, вернее, когда, например, если система трендовая идет по боковик, и пила, и режет, но на самом деле рынок никуда не двигается. Да, это, на мой взгляд, это совершенно другой вариант. Первый, это смерть системы. Второй, это систему нужно пересматривать, потому что не учтены вот такие вот... Тогда вопрос опять же следующего характера. Когда ты посчитаешь, что система действительно сломалась? Когда она перестанет зарабатывать на трендовом рынке. То есть, ты по-простому решил так. У меня трендовая система, которая рассчитана на том, что если она идет пробой какого-то канала с какой-то средней, это, по сути дела, зарождение какого-то н-ного тренда. Ну, да. И если она в этом тренде не берет деньги, то, скорее всего, она... Да. Если тренд состоялся, а в итоге система не заработала, то, значит, система поломалась. А в этом случае, в случае боковика, нужно просто риск-менеджмент пересматривать. Ты не можешь представить, что, например, какой-то более крупный тренд перешел в какой-то мини-тренд? Да, бывает и такое. Но мы все-таки говорим о 15-ти минутках, да, и у нас движения-то бывают достаточно серьезные на рынке. И бывают после этих движений коррекции. И если смотреть на 15-ти... Опять же, на каком временном... Промежутке. ...промежутке смотреть тренд? И что... На 15-ти минутках это тренд, а на днех... Мало того, что на каком промежутке смотреть еще... Что это такое? Да. То есть, в данном случае, каждый, на мой взгляд, определяет для себя. То есть, у меня есть некоторые параметры, после которых я как минимум... То есть, у меня, во-первых, есть... Я после 30-ти процентов, когда заложено 50-ти в систему, да, но после 30-ти процентов я предпочитаю отойти немножко отдохнуть. И посмотреть, что происходит. Здесь же вопрос один, это же система. Да, вот здесь, опять же, ваш вопрос по поводу, бывает ли страшно. На тестах страшно не бывает. А вот, когда работаешь в реалии, конечно, бывает. Ты знаешь, я тебе скажу честно, и на тестах бывает страшно. Как такую систему включать? Например, я когда... Вижу паранормальные явления в жизни системы, мне страшно. То есть, если я вижу, например, даже там супердоходность, но какие-то просто из параметров они не соответствуют реальности, то мне страшно ее включать. Я, например, вижу, когда система там дает, например, 100 годовых с риском там в 10, я ее 250 раз пересмотрю, то есть я не поверю просто в такой мультипликатор. Просто не поверю. Ну да. То есть я начинаю смотреть, где косяк. Либо косяк какой-то был в самой программе, либо в коде, либо где-то еще. Но косяк был. Ну, при таком соотношении, конечно. Что тебя, вот когда ты, например, ты сидишь в программу, что тебя в первую очередь цепляет? Какие параметры ты смотришь? Опять же, я смотрю соотношение при средней прибыли в сделке к среднему убытку, потому что это фактически показывает, за сколько, какое количество убыточных сделок покроет одна прибыль в среднем. Учитывая то, что у меня фактически убытком является стоп, то, соответственно, это показывает, сколько таких стопов можно поймать. Можно поймать и потом перекрыть, может быть, даже выйти в... В данном случае этот параметр, конечно, у перекрытия. Второе, это, конечно, соотношение убыточных сделок к прибыли. Потому что если оно там близко к единице, то это там даже на самом деле до... Если оно ниже 30%, то это, наверное, уже не очень хорошо. А если оно от 30% до 50%, то это вполне, по-моему, приемлемый результат. Плюс, соответственно, я стараюсь закладывать проскальзывание достаточно такое... Емкое. Емкое, да. Ну, на фьючерс... Пару сот пунктов. Пару сот. Ну, я сотню закладываю. Я считаю, что для фьючерса на индекс РТС при маленьких депозитах это проскальзывание в принципе нормально. Это огромное на самом деле. Для больших даже депозитов сотка это нормально. Потому что рынок может убежать. Но сейчас просто, когда первоначально тестировалась система, такой ликвидности, как сейчас, на фьючерс РТС, конечно, не было. Да. Вот. Еще два года назад, чтобы вот так вот там по 200 контрактов стояло в пяти пипсах, было сложно представить. А сейчас, собственно говоря, посмотришь стакан, и ликвидность намного выше стала. Конечно, сейчас проскальзывание стали явно меньше. Ему можно больше деньги использовать и учитывать, опять же, просадку в 100 пунктов. Соответственно, и это третий пункт, конечно, я смотрю стопы, я тестирую разные стопы, которые стараюсь сделать так, чтобы... То есть у меня в тесте получается в результате там средний убыток все равно без стопа с начала тестирования, а потом я пытаюсь ввести стоп, а я понимаю, что в данном случае введение стопа увеличит количество убыточных сделок, и смотрю, испортит ли мне этот стоп фактически систему. Потому что, учитывая то, что адаптивная скользящая средняя, существует вероятность, что рынок будет двигаться настолько медленно в противоположную сторону, да? Что она может не отработать. Да, что убыток... Она не отработает обратный сигнал. Да, и убыток в итоге станет настолько большой, что смысла, соответственно, нет. Поэтому я думал над этим достаточно долго, оставлять, не оставлять, и в итоге решил, что я лучше буду использовать стопы, буду конкретно контролировать свой собственный убыток, я буду его знать. Чем я буду... Отдамся, что называется, на волю рынка, да? А он... Рынок у нас может быть каким угодно. То есть ты все равно постоянно, как бы, ты систему еще и сам контролируешь? Ну, конечно. Я же пересматриваю, стараюсь пересматривать, как бы, и на последних данных, как она себя вела, то есть делать уже как бы на истории, то есть эту историю мы прожили, да, но... И начинают жить с другой. На новых данных посмотреть, насколько сильно изменились параметры оптимальные для данного отрезка времени. А как часто ты их меняешь? Ну, я стараюсь пересматривать где-то... Раз в неделю, ты сказал. Нет, это я просто смотрю на то, как вел себя рынок, как вели себя, собственно говоря, как вела система, а вот именно пересмотр параметров, да, это на три месяца полгода вот так вот. Вот такие отрезки в зависимости от поведения системы. Если я вижу, что система себя ведет, на самом деле, хорошо за этот промежуток времени, я предпочту, зачем я буду пересматривать? Это, в принципе, и так видно, да? А если я вижу, что что-то не так, там где-то вот здесь вот не очень хорошо пошло, хотя могло пойти лучше, я пытаюсь протестировать и посмотреть, какие там, какие возможны новые параметры у системы на текущий момент. Ты никогда не пробовал, например, сделать набор систем? И если пробовал, то чего тебе не хватило? Потому что на самом деле, естественно, стрессоустойчивость как раз одной системы, это и проблема на рынке. То есть у тебя есть одна система. Объясню тебе, почему. Потому что ситуация на рынке сейчас, она меняется с такой скоростью и так быстро, что иметь одну просто систему, это не показатель. Сейчас даже вот на конкурсе лучи роботы, которые, например, показывали раньше огромные проценты, ничего не показывают. Дело в том, что вот как бы с набором систем, до набора систем, что называется, я пока еще не дошел. Мысли такие были, но как бы здесь вот к этому объяснить свое отношение достаточно сложно. Мне, с одной стороны, с одной системой проще, с другой стороны, если у меня есть рабочая система, которая зарабатывает, да, то зачем я буду искать что-то еще, что в этот момент будет терять. То есть если мы, например, используем трендовую и контртрендовую стратегии, они периодически будут стоять друг против друга. И фактически будут только дополнительные потери. Поэтому здесь же главный же вопрос, фактически в трейдинге главный вопрос какой? Определение тренда. С какого момента начинается тренд? Да, и как в него попасть? При этом неважно, торгуете вы по тренду либо против тренда. Вам все равно нужно определить, когда он начался, либо когда он закончился. И, соответственно, если есть одна система, которая устраивает, и в принципе, эта система меня устраивает психологически. Мне с ней удобно. Именно поэтому, может быть, мне как-то найти новую систему. Я пытался, просматривал какие-то еще варианты для себя. Они мне не подошли не то, что с точки зрения доходности, рисков. Они мне не подошли именно психологически. Мне контртренд, например, психологически сложно работать. Мне удобнее работать по тренду. Для меня это наиболее комфортный вариант. Тогда такой вопрос хитрый. На него на самом деле очень тяжело ответить. Что в твоем понятии тренд? Ну, есть, что называется, простое определение, направленное движение рынка в одну из сторон. Я поэтому спросил твое мнение. Можно, естественно, сказать, если по локальному минимуму провести наклонную, да? Это и будет тренд. Да, или по локальному. Да, именно мне нужно твое видение. Что для тебя тренд? Поступая, ну, соответственно, действительно поступательное движение. Сколько, например, ты можешь сказать, например, пять дневных баров зеленых, это уже тренд. Или там 25 зеленых баров. Я понимаю, что ответа на этот вопрос нет. Я очень хорошо тебя понимаю. Мне просто люди, которые нас слушают, как раз когда мы задаем вопросы, ты заметишь, все наши передачи, у нас ни одна передача не выглядит так, чтобы кого-то там опустить или показать его незнание. У нас передача на этом не построена. У нас именно путем того, что мы с тобой общаемся, каждый, кто слушает, он делает свой вывод. Ага, что же это такое? Вот я поэтому хочу, от Богдана Назварича, что такое тренд? Тогда тренд это, наверное, пробой максимумов локальных. Ну, скажем так, пробой максимумов на определенном промежутке. Так, раз, задаю тебе вопрос. Смотри, значит, у нас был очень сильный уровень 150, правильно? Который мы не могли много раз пробить. Мы 149, 700 были, 149. Сейчас пробили. Мы пробили. Мы пробиваем 150. По сути дела, все ребята, кто между 142,5 и 150 заходил в шорты, они должны были закрыться. Почему мы получили всего маленький, еле-еле-еле процентный импульс? От 150 мы пошли до 152, 300, 500, тире. То есть мы сходили 2500 пунктов, что где-то по полтора процента. Чуть-чуть-чуть больше. Ну, здесь мне сложно сказать. Возможно... Ну, это твое мнение. Сколько твое мнение? Я понимаю. На мой взгляд, просто не все верят в продолжение роста. Но хотя бы шортисты же должны были закрываться. Видимо, часть закрылась, часть вот этого выноса прошла на открытие даже лонгов. Но, опять же, здесь каждый выбирает для себя. Кто-то берет прям вот пипс сверху максимума, для него уже это выход. Если закрывать в данном случае короткую позицию. А кто-то берет, ставит и 2% сверху максимум. Ну, понятно, на стоп. Для меня просто пробой закрытия очередного бара выше предыдущих максимумов говорит о том, что возможен тренд наверх. Соответственно, пробои минимумов говорят о том, что возможен тренд вниз. Я, в принципе, у меня абсолютно такое же мировоззрение на рынок, как и у тебя. Один в один. То есть это подтверждение. Дорогие друзья, у нас в гостях Богдан Зварич. После нескольких минут перерыва на новости мы дальше продолжим нашу увлекательную беседу. И снова здравствуйте. Богдан Зварич у нас независимый аналитик, трейдер. Беседуем, как заработать все-таки деньги на рынке. Как ты считаешь, это заработать деньги на рынке, выжить на рынке, есть ли между этими двумя словами какая-то зависимость? Есть, безусловно. То есть выживает ли тот, который выживает, зарабатывает ли он потом или это просто постулат времени? Безусловно, к сожалению, большая часть людей, которые приходят на текущий момент на рынок, они ведомы доходностью. К сожалению, очень мало из людей, приходящих на рынок, я имею в виду частных, физиков, трейдеров, очень мало из них оперирует вообще таким понятием, как риск. А для того, чтобы выжить на рынке, нужно достаточно серьезно контролировать собственные риски. К сожалению, о рисках у нас говорить, что называется, не принято. Не принято, поэтому именно поэтому доходность у нас есть, например, на Форексе, достаточно хорошую, благодаря тому плечу, которое там есть. И именно поэтому у нас очень достаточно много людей идет именно туда, именно в этот... Ну там на самом деле даже по-другому идут, понимаешь, когда можно зайти там 100 долларов, 200 долларов, особенно вот сейчас модно. Люди очень много пишут там, я там открыл счет на 80 центов или еще что-то. То есть реально люди думают, что можно там разогнать депозиты в тысячи раз. Ну да, это было благодаря плечу, но при этом, собственно говоря, человек приходит, и он, допустим, он пришел, он поставил, сделал свою ставку, проиграл, и он уже на рынок не вернется. Но он при этом не получил опыта, да, если ты приходишь на фондовый рынок, мне чем хорошо, вот я для себя свою историю, собственно, смотрю, хорошо, что я начинал там с фондового рынка по одной простой причине. Пока я был на фондовом рынке, да, меня там просаживало, я даже депозиты сливал, но я заработал какой-то определенный опыт, который мне позволил потом перейти на фьючерс. Да, и все-таки у меня за годы моей работы сложилась какая-то стратегия, благодаря которой я работаю. Опять же, рынок – это образование, да, это нужно, почему-то все думают, что если ты хочешь быть медиком, то ты учишься, да. 9 лет. Да, а сегодня ты пришел на рынок, завтра ты уже работаешь. 6 лет, школа плюс резидентура, да, и мы не согласны. Я тебе даже больше скажу, у меня есть очень близкий товарищ, и когда там где-то какое-то застолье, он всегда произносит один тост. Он выпивает и говорит, я хочу выпить за самое дорогое, что есть в моей жизни. Все. Семья? Нет, не семья. Дети? Не дети. Родители? Нет. А что? Опыт. Мой драгоценный опыт. Как дорого он мне обошелся. Проблема в том, что многие люди не хотят платить. Да. Вот ты знаешь, я слышал огромное количество ситуаций, когда люди теряют деньги, и одна причина для восстановления, это отомстить рынку, забрать свои деньги. Но человек не понимает, что изначально, когда он пришел на рынок, с учетом того, что он будет отбивать у рынка бабло, он уже изначально проиграл бой. Безусловно. Да. Я привожу, когда меня спрашивают, я привожу такой пример. Например, есть человек, который открывает ресторан, он арендует помещение, закупает мебель, нанимает персонал, он еще ничего не заработал, он уже платит персоналу деньги. Но почему-то вот у него уже убытки есть, но почему-то эти убытки не воспринимаются всеми как что-то ужасное. А если человек пришел на рынок, он пришел сразу за доходность. Прежде чем ты получишь доходность, вот стопы, опять же, люди не приемлят стопы. Стоп это фактически, вот ты купил стол в свой ресторан, вот это твой стоп на рынке, ты фактически, либо заплатил зарплату. Постулат предельно простой, надо вложиться перед тем, что ты попытался вытащить. Да, безусловно, не бывает золотой рыбки. Плюс время. Да, плюс потраченное тобой время на разработку системы, на понимание рынка, на открытие позиций, на то, что ты следишь за этим. Ты приводишь примеры, которые я всегда привожу перед тем, как что-то научиться, если вы хотите идти, вы идете в университет, тратите, к примеру, 4 года для того, чтобы там в этом университете высидеть. Естественно. И то не факт, потому что статистика говорит о том, что у нас почти 90% людей не работают по специальности. То есть, по сути дела, мы изначально идем на то, что мы знаем, для нас работать не будет. Ну да. К сожалению, да. Плюс, собственно говоря, в России еще чем тяжело, к сожалению, с экономическим образованием и финансовым образованием людей достаточно сложно. Если мы слышим в новостях, что экономист несет деньги в МММ, то получается, что у нас что, экономисты такие? Хотя вроде как образование есть, но вот для людей, которые не заканчивали именно экономические вузы, к сожалению, финансового образования очень серьезно не хватает, на мой взгляд. Ну ты знаешь, даже те, кто не получил специального финансового образования, и даже те, кто получил финансовое специальное образование, ты знаешь, здесь даже нельзя выделить группу людей, у которых что-то получается. То есть нельзя сказать, этот отучился, он молодец, а этот не отучился, он не молодец. Нет, безусловно. Ситуация, что называется, это не гарантирует, что у вас получится. Но иметь, собственно говоря, иметь такую возможность, учиться хотя бы самостоятельно, это явно необходимо. Вот у тебя есть друзья, кто так же торгует на рынке, у которых получается, помимо тебя? Да. Много таких друзей? Нет, не очень. Ну, скажем так, из друзей меня вообще никто не торгует, у меня все инженеры-программисты в основном, друзья, а вот у знакомых есть... А как, например, твои родители относятся к этому? Ты пришел, знаешь, мама же тебя спрашивает наверняка с папой, Богдаш, ну, где ты работаешь? Ты говоришь, ну, дома сижу на рынке. Богдаш, а как ты там, кто тебе зарплату платит и все остальное? Как ты выходишь из таких ситуаций? Ну, у меня как бы все просто, я все-таки еще аналитиком работаю. Не сейчас, а, что называется, работал раньше. То есть, все знают, моя мама у меня сама хочет начать торговать. Ты ее не пускаешь? Ну, пока у нее это желание... Тебе маму не жалко? Мне маму жалко, конечно. Но ты хочешь поберечь нервную систему матери? Ну, она высказывает такое желание, она смотрит достаточно давно, как я торгую, и ей хочется, говорит, я хочу, собственно говоря, сама попробовать. Ты ее отговариваешь или наоборот? Я ее пока удерживаю от этого, скажем так. Почему? Ну, потому, опять же, я понимаю, насколько она у меня, женщина, сильная. Ты переживаешь психику молодой женщины? Да, я за нее, как бы, в этом смысле, конечно, переживаю. Причем, на самом деле, но при этом подсознательно, я боюсь, что она будет торговать лучше, чем я. А, например, вот придет к тебе друг, скажет, Богдаш, ну, я вижу, как будет, у тебя все хорошо, ты там живешь с рынка, зарабатываешь деньги, ну, не имеет значения, много, мало, не мое дело. Вот хочу сейчас оставить работу свою, это инженерное, я терпеть ее не могу, эту работу, и пойти и торговать. Я ему советую пока остаться на работе и сначала начать учиться, смотреть вообще за тем, что такой рынок не бросать. Я сказал бы, друг мой, не надо тебе вообще, это столь, тебе это не сдалось, и поверь, это не для тебя. Нет, но человек, каждый человек имеет право попробовать. Я понимаю, но он же тебе друг. Ну, он мне друг, нет, я бы описал ему все риски. Но ты же понимаешь, что когда все говорят, нельзя лезть тигру, вернее льву, пасть, голову засовывать, все равно все делают. Ты же понимаешь, что человек тебя послушает и скажет, он, наверное, зарабатывает бабло и не хочет мне рассказать, чтобы я тоже зарабатывал. Если он друг, он поверит, а во-вторых, скорее всего, если он действительно на это решился, если действительно он это хочет, я его вряд ли отговорю. Поэтому моя задача будет скорее предупредить его о тех рисках, которые все это носит. Потому что у нас огромное количество радиослушателей, вернее, людей, которые приходят к нам на радио, а они говорят, я своему другу не пожелаю. Я бы не хотел, при том, это не вопрос зависти или того, что у человека получится лучше, чем у другого. Просто человек говорит так, я не хочу, чтобы мой друг шел в трейдинг, потому что я бы не хочу двух ненормальных людей. Себя и своего друга. На самом деле, рынок это самый суровый, наверное, начальник, который существует. И главное, что он самый адекватный. То есть, либо ты заработал действительно, либо ты не заработал. Ты знаешь, в книжке Буратино, которую мы издавали, там был один постулат, что рынок всегда прав. То есть, что это значит? Это значит, что трейдер всегда не прав. То он не добрал прибыль, то он не там зашел, он не там вышел, не там поставил стоп. Ну, на самом деле, это не так, если ты, опять же, для чего система, да? Если у тебя идут убытки по системе, то ты прав. Ты совершил сделку, ты получил убыток, но ты прав. Нет, мы просто имеем в виду по сравнению с рынком. А, ну, по сравнению с рынком, да. Невозможно ловить максимум и минимум. Никто никогда не знает в стопроцентных случаев, где на вот этом графике. Потом, посмотрев, конечно, можно сказать, что здесь надо было покупать, вот здесь продавать. А вот сейчас, находясь, вот, собственно говоря, перед той неопределенностью, которая у нас есть во времени, это несет, конечно, на себе... Это риски, которые существуют, которые присутствуют. И надо их учитывать, да. Где ты себя видишь через 10 лет? У меня, скажем так, нет желания управлять чужими деньгами. Я хочу тихо, спокойно сидеть, самостоятельно управлять своими деньгами. Может быть, вернуться на... Заработать, скажем так, такой капитал, который бы позволил мне вернуться, например, на рынок акций. И спокойно... Ну, ты же понимаешь, чтобы заработать капитал, обычно, математика предельно простая. Для того, чтобы заработать капитал, нужен капитал. Ну да. И чудо... Чудо не бывает. Крайне редко бывает, чтобы, например, там со 100 тысяч рублей человек там сделал 5 миллионов, потом там удвоился, утромился. Но это единичные просто случаи реально в мировой практике, единичные. Мы, конечно, не берем людей, которые показывают там на Форексе тысячные доходы. Если мне говорят, человек иногда стучатся в скайпе, говорят, посмотрите, мы там 850 процентов там за 2 недели. Я вообще, я просто, эти цифры, мне страшно становится. Вопрос, какие у них при этом риски, никто о рисках не говорит, о том, что... Нет, ну зачем риски? Мы же не пришли рисковать в этот бизнес, мы пришли зарабатывать. Вот в том-то все дело, что не объясняют, не объясняют. У нас осталось 30 секунд, один совет от Богдана Зварича. Контролируйте риски. То есть, согласен, что все от рисков? Это самое главное, безусловно. Безусловно. Дорогие друзья, у нас, видите, как быстро пролетел час. Мы беседовали сегодня с Богданом Зваричем. Тебе огромное спасибо. Вам спасибо. И что можно сказать? Видите, мы каждый понедельник приходим и пытаемся вас предостеречь. Все хотят заработать, но перед тем, как зарабатывать, вы выстраиваете сначала, если что-то не так пойдет, как вы будете отбиваться, то есть, как вы будете зарабатывать деньги. Всем огромное спасибо тебе и всего доброго. До свидания.